Восемь новых случаев заболевания коронавирусом выявили в округе в минувшие сутки. Лечение от COVID-19 получают 53 человека. На учете в управлении Роспотребнадзора в настоящее время состоит уже почти 200 человек, которые должны пройти тесты на выявление коронавирусной инфекции. Репортаж из Красной зоны Ненецкой окружной больницы. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекции растет день ото дня. Это уже третья волна эпидемии в Ненецком автономном округе. Медики отмечают, по сравнению с предыдущими периодами, она началась как-то по-особенному внезапно. Ведь еще в начале мая на протяжении двух недель в регионе не фиксировались новые случаи заболевания. Все началось после майских праздников. Усугубилось период летних отпусков. Жители округа, возвращаясь из-за его пределов, все чаще стали привозить с собой домой и вирусную инфекцию. Эта волна более остро началась. Сразу захватило большое количество населения. Как на амбулаторном звене, так и на стационарном звене. Ну и однозначно надо сказать, что сейчас молодой возраст заболевших встречается несколько чаще, чем осенью и прошлой весной. В настоящее время в Ненецкой окружной больнице развернуто 30 коек для ковидных больных. Занято две трети. Еще семь коек специализированы реанимации. В реанимации в принципе поступают больные очень тяжелые. Да, вот сейчас у нас один больной крайней степени тяжести, да, то есть изначально поступал крайне тяжелый, то есть до последнего пытался ходить на работу, да, но дошло до того, что сразу с приемного покоя положили в реанимацию. И двое очень тяжелых. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В последнее время поступают достаточно запущенные пациенты с большим упьем поражения в легких. Как правило, практически у всех не менее 90% поражения есть сопутствующие заболевания. Один из заболевших, ковид-19, скончался на этой неделе, пополнив печальную ковидную статистику. Ему было около 60 лет, да, почти 60. Там было огромное количество хронических заболеваний, сердечно-сосудистые патологии, затронутые легкие были, ревматическая патология была и последствия острого нарушения мозгового кровообращения, то, что называется инсульт. Да, и, конечно, чем больше вот таких заболеваний, тем больше вероятности не просто попадания в реанимацию, а возможности летального исхода. Войти в так называемую грязную зону просто так нельзя. Строжайшие меры предосторожности. Медики соблюдают их тщательно. Говорят, многие сами переболели, не дай бог еще раз это пережить. Чтобы пройти в ковидную реанимацию, необходимо надеть защитный костюм с капюшоном, бахилы, маску, очки и перчатки. Представьте, что вот в такой одежде вам предстоит провести целых 12 часов. Именно столько длится смена у врачей и медицинского персонала. Возможность развернуть дополнительный коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией у Ненецкой окружной больницы есть. Возможность есть развернуться почти на 60 коек. То есть, если у нас будет приближаться количество к 30, да, то есть больше одного отделения, тогда уже будет речь идти о развертывании еще в одном отделении примерно такого же количества коек. Если вы не хотите на них попадать, то задумайтесь в первую очередь о вакцинации от COVID-19. Особенно это важно сделать людям, имеющим хронические заболевания. Если внимательно посмотреть аннотацию, там ведь не написано, что при всех хронических заболеваниях нельзя вакцинироваться. Ни в коем случае, да. Там речь идет о, скажем так, последних стадиях заболеваний печени и почек. Все, при всех остальных-то можно. В Ненецком округе от коронавируса умерло уже 5 человек. Все они имели хронические заболевания. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, либо в своей медицинской организации. Берегите себя и своих близких.